Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Star Stable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, каких новых единорожков завезли в лес холов, какие же у них, друзья, питомцы, куда пропали лошади с привычных мест, неужели они отправились в Нью-Хиллокрест, какой новый предмет был добавлен в бонусную лавку Морланда, ну и поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайся поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочу посоветовать вам одно сообщество Star Stable Online Entertainment Time. Ребята в своей группе собрали большое количество отзывов по разным продавцам, в том числе покупка Star Rider, Life и донатной валюты Star Coins. Так что, перейдя к ним в группу, вы можете почитать отзывы и найти для себя своего идеального продавца. Переходи в данную группу по ссылке в описании. Лес Холов не перестает нас радовать своим волшебством и в этот раз оно повлияло на появление двух новых лошадок. Это магические пасафина-единороги. Второй и третий магик пасафина-единорог, конкретно по счету. Самым первым был единорожек, который находится у нас в зимней деревушке Санты. Ну а сейчас нам завезли двух красавцев. Это Тинана, вот такой вот темненький, просто черный лебедь среди магических пасафина. И второй магический единорог Фиби. Вот такой вот он, более похожий на как будто бы ожившую частичку Леса Холов. Но при этом внешне они в городском облике выглядят просто волшебно. Что один, что второй. Мне они очень нравятся. Стоит каждая такая лошадка 950 Star Coins. Продается она в Элдоле. Но с выходом этого обновления на ближайшие две недели эти пасафина продаются также еще и в Морлэнде, рядом с горы Готутута. Так что там вы можете купить и питомцев, и лошадок. Но что же касается питомцев, в этот раз их добавили аж не два вида, а три. У нас есть сова Ноктара, козочка-нянюшка и белочка-светлик. Вот такие вот очень интересные создания. Мне лично безумно нравится сова. Ну и конечно захватывает белка своими черными глазюньками. Но я бы хотела спросить, почему нету четвертого питомца? Потому что два питомца явно для черного единорога, а вот этот для лесного. Но почему у него лишь один питомец? Не порядок. Мне кажется, надо добавить еще одного летающего питомца, только уже для Фиби. Так что вот такая вот радость у нас. Значит, единороги стоят 950 старкоинцев, питомцы по 350 СК. В Элдоле они останутся навсегда, а в Морлэнде на ближайшие две недели. Мы потеряли аж три породы лошадей. Куда делись Марварская, Халтикинская и Кучеровая лошадь? Куда их переставили разработчики? Неужели они случайно удалили их с игры? Нет, не волнуйтесь, дорогие друзья. Не переживайте. Просто разработчики решили переместить данные породы на конюшню Нью-Хилл-Креста. Там, где раньше когда-то стояли Исландики второго поколения, несколько спортивных фризов, и в том числе Шайр и Английская чистокровная. Эх, старые былые времена. Теперь же здесь продаются Марвары всех мастей, Ахалтикинцы и Кучеровая лошадь. Очень странное решение, на самом деле, по моему мнению. Мне оно не особо понравилось. Для меня Нью-Хилл-Крест это что-то было очень величавое. Локацию, которую когда-то было очень сложно заполучить, скажем так, в виде открытой местности, куда ты можешь приехать и свободно покупать лошадей. Тем более, эта локация доступна не всем сразу. Конечно, сейчас это намного проще, чем было когда-то, но я считаю, что здесь должны стоять более элитные лошади, которые заслуживают того, чтобы до них хотели дойти, чтобы локация была доступна к их покупке. Я думала, сюда поставят бельгийцев, голландцев, а в будущем и французского селя. В торговую лавку Морланда был добавлен новый предмет для лайфников. Давайте же посмотрим, что нам завезли в бонусную лавку. Нам завезли вторую часть комплекта. В прошлый раз мы с вами забирали фраг. Теперь здесь можно забрать вот такие вот нежно-розово-персиковые сапоги Royal Ascot для выездки с максимальными характеристиками. Достаточно неплохая модель. Я бы даже сказала, что модель очень хорошая. Но все-таки цветовая гамма этого комплекта меня не зацепила. Поэтому, кроме как фрага, я сомневаюсь, что я буду постепенно все это забирать. А вот уже после выхода всех вещей из данного комплекта, там и подумаю, забирать его или нет. А пока что пусть лежит и ждет своего часа. Что же нас ждет на следующей неделе? Разработчики обещают нам улучшения, чтобы играть стало еще приятнее. Это очень нечеткое оповещение того, что ждет нас не на следующей неделе. А когда-то разработчики заикались про шкаф, про разведение, про лошадей, про гардероб и конюшню. Так что вообще неизвестно, чего ждать на следующей неделе. Так что на этом все. И обновление подошло к концу. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! До встречи в следующем видео!